Я могильщик с высшим педагогическим образованием. Люди говорят, что вы зарабатываете на горе. Только заезжая, я не могу передать какое чудо. У меня прошла депрессия. Я попал в ту среду, которая мне крылья дало. Мою машину сожгли, потому что пришел бизнес, который раздражает всех. Я хочу уйти из профессии. Я устал. Они говорят, пока нас не похоронишь, не уходи. Кладбище от себя не отпускает. И очень много могильщиков, которые работали и умерли на кладбище. Я лично считаю, что Бог един. Концепции разные. Я думаю, что меня не за что наказывать призракам. Оптимист видит плюсы, пессимист видит кресты. Меня зовут Сергей Щербаков. Сергей Алексеевич Щербаков. Мне 59 лет. В марте было 13 лет, как я работаю могильщиком. Работа могильщика – это не профессия, а образ жизни. Когда меня люди звонят и говорят, вы кто? Я говорю, я могильщик с высшим педагогическим образованием. Педагог по образованию, психолог по призванию. Мне доверяют самые сокровенные, чтобы тело близкого человека предали земле и было все достойно и почетно. Красной строкой я все время говорю, что у нас будут похороны, таинства. Ну, в смысле, не пиарства. Я сам по себе брезгливый человек, брезгливый. Ну, близнец как бы по гороскопу. Но когда стал работать, я на это меньше стал обращать внимания. Мне такой вопрос, часто задают вопрос – не страшно ли тебе и боишься ли ты покойников? Я отвечаю себе изнутри и всем говорю. Я хороню и оказываю им уважение. Как я стал могильщиком, у меня стало улучшаться здоровье. Я стал засыпать в 9, просыпаться в 4, в 5 с восходом солнца. Я очень люблю природу. Вижу, как дятел, допустим, ест шоколадные конфеты. Мишка на севере. Ну, в смысле, как выходят ежи. Я по своей работе даже увидел жука-носорога, который записан в Красной книге. Это же эмоции. Хочется получать эмоции положительные, которые как бы тебя обогащают. У меня как бы, ну, прекрасная, ну, в смысле, фигура. По моим годам, по 59 лет, ну, все-таки возраст. 4 дня назад я ремонтировал машину, у меня не было работы. И потом у меня немножко как бы депрессия. И я приезжаю на кладбище, наше городское кладбище. Только заезжая, я не могу передать какое чудо. У меня прошла депрессия. Я попал в ту среду, которая мне как бы вот, ну, крылья дало. И я подхожу к человеку постарше и говорю ему, слушай, я без кладбища не могу. А он говорит, а я здесь 35 лет. Тоже не могу уйти. Потому что встречаешь людей, и на кладбище приходит очень много знакомых. И если ты работаешь хорошо, качественно, то тебе люди кланяются, благодарят. И своей работой не стесняюсь, и ущербным себе не считаю. Я захожу в Тулу в любой супермаркет, в таком вот виде, ну, в смысле, говорю, и со мной здороваются. Вы представляете, пол супермаркета со мной здороваются. Здрасте, здрасте, здрасте. Я бываю с женщинами. Они говорят, а что это твои знакомые? Я говорю, я не знаю. А уже прошло столько времени, меня запоминают, что я как бы хоронил. Понимаете, в чем дело? И мне не стыдно, что я похоронил хорошо. И я стараюсь очень хорошо похоронить. Мне это очень приятно. Достойное уважение. А без уважения мне как бы не хочется, неинтересно. На профессиональном уровне каждый могильщик влюблен в свой инструмент. Вот, допустим, инструмент мой. 33 сантиметра. Наваренная такая плоскость. Обязательно должно быть ребро жесткости и толщина. Если вот, допустим, профессиональная, то уже толщина 2,5 должно быть металл. Как бы на опыте уже выбираем уже себе инструмент. Каждая лопата, она определенное назначение в определенную погоду. Вот этой лопатой я люблю копать в Суворове, Тульской области. Почему? Где песок. Ну, а когда глина, то уже как бы стараешься копать уже более такими лопатами штык или там совком. Технически надо уметь держать лом и технически как бы долбить. Ну, в смысле, технически. Приходят ребята с сильными мышцами, а долбить, ну, как бы техники нету. Лом должен быть двухметровый, диаметр 34 сантиметра, кругляк двухметровый. Ты его поднимаешь повыше, ну, в смысле, и уже нагрузку не делаешь, а его кидаешь. Копаем обычно вдвоем. Мы не перетруждаемся. В среднем на одну могилу уходит два часа времени. Зимой это уходит четыре. Бывает в день две могилы, бывает даже нам дают три могилы, но в основном одна. Это один из напарников моих, Александр Барынин, который отработал 16 лет могильщиком. Сколько могил за все время работы вы вырыли? Где-то около 7 тысяч, точно не считал, но где-то так приблизительно. Не тяжело? Никогда не думали уйти с работы? Нет. А чем она нравится? Природа, воздух, люди. И деньги не последнюю роль играют. Во-первых, деньги сразу не ждешь, когда тебе государство через месяц корки кинет. А у вас есть какая-то специальная техника, секрет? Да, лопата. И вторая вон. Это мы, короче, хороним. 26 лет малому. Приезжают родители. Мать и отец. Больше никого там не было. Они синие вообще видно алкаши. Ну, мы поставили, прощались, как положено. Потом мы только крышку одеваем, забивать начинаем. Отец стоит такой и на мать. Говорит, ты что, говорит, костюм? Он говорит, ты мне один, ты обещал, что он только дома в нем полежит. Говорит, они его в землю закапывают. Так снимали, открывали крышку, снимали. Детей когда хороним, это тоже так трогает. Хоть говорят, а мы привыкли, не привыкнешь. К этому никогда. Много хороним и грудных. И так под машину тратически попадают. Так маленькие, там по 6 лет, по 8. Да, которые еще не успели богу прогневить. Я не боюсь ночью копать на кладбище. Просто слышал такие слова, что видит человек на кладбище. Оптимист. Видит плюсы. А пессимист видит кресты. И были такие случаи, когда я ночью копал. Ну, в смысле, по времени нужно было выкопать. Я не боюсь. Почему? Потому что я думаю, что меня не за что наказывать призракам. Не снятся покойники. Вы представляете, какую фразу задают? Не снятся покойники? Я говорю, нет. А почему тебе не снятся? А я говорю, а потому что я их похоронил хорошо. Когда женщина хоронит маму, она держится, держится, держится. А когда подошла к гробу и стала прощаться, вы представляете, ее начало трясти вот такой вагонии. Вы представляете, она с собой справиться не может. Она маму видит последний раз. И в этот момент надо человека потихонечку подойти и потихонечку сказать. Попрощайтесь спокойно, там, все то-то-то-то, там, все. И вот этот вот ответственный момент надо очень грамотно опустить, ну, и как бы, чтобы чистенько закопать. Я с сожалением говорю об этой работе, почему эта работа могильщика объединяла людей. Сейчас заплатили, давайте нам копайте. Хорошо или плохо, ну, копайте. Ну, типа, вам деньги заплатили. А раньше, когда бабушка, ну, в смысле, вот она собиралась, она уже даже знала, кто ей будет могилу копать. Раньше на Руси похороны ставили в первое место. Отменяли свадьбы, ну, в смысле, отменяли свадьбы и человека провожали в последний путь. А у нас сейчас все, свадьба на первом месте, ну, в смысле, похороны на втором месте. И когда мне начинают говорить, ой, похороны дорогие, со стороны денег, я говорю, вот, похороны обходятся сто тысяч, а свадьбы обходятся в пятьсот. Понимаете, в чем дело? Произошел, как бы, переворот, ну, в смысле, вот, сознание людей. И мы ушли от истинного корня благодати. И получили равнодушие, которое нас потом колбасит. Похороны превращают в шоу. Кто как не так сделал, кто не так, что пошел, кто не так, как оделся, кто не так. Этого не надо делать. Я почему вам говорю, что похороны, таинства. Вот, похороните спокойненько все. Я против того, что когда дети напиваются или кто-то напивается перед похоронами. Батюшки сейчас говорят, не обязательно поминать алкоголем. Алкоголь пить, это когда твое настроение. Хочешь пей, хочешь не пей, для чего ты пьешь, для радости, не для радости. И есть у меня бабушки, которые говорят, мы умрем, ты нас будешь хоронить. Я говорю, я хочу уйти из профессии, я устал. Они говорят, не, пока нас не похоронишь, выслушай, не уходи. Мы едем с мужчиной, дерзкий, взрослей меня. И начинает в машине, ну, в смысле, у меня в Volkswagen плакать. И говорит, мы привезем отца, не говори, от чего отец умер. Ну, а я же знаю, как бы, этот диагноз, что он удавился. Ну, в смысле, не говори. Потому что я чувствую себя виноватым. Почему? Мы с сестрой, как бы, продали дом отца. Ну, в смысле, и забрали к себе. Поделили деньги. Ну, в смысле, и отец, когда, ну, в смысле, уезжал из этого дома. Вы представляете, в чем дело? Ну, в смысле, он ничего не взял из дома, старик, а взял веревку. Прошло 4 года, и он на этой веревке удавился. Меня лично колбасило от этого всего, что и человек сильный, уверенный, ничем не удивить, ничего. А он вот расплакался и говорит, я тебя очень прошу. Единственная просьба, будут подходить деревенские. Ну, в смысле, а что умер сердце? Представляете, люди доверяют своей тайны. Хочу обратить ваше внимание. На кладбище нет плохих мест. Есть неухоженные могилы. Ну, в смысле, вот это акцент. Он занимался пчелами. Представляете, вот в 21-м году он умер. Это я сейчас ей снимаю и пошлю фотоотчет. Будет приятно. Сейчас я вот сюда поближе и сниму. Эмоции моя женщина получает. Она говорит, ты открыл мне новый мир, когда я с тобой познакомилась. Послушайте меня. Как педагог вам говорю, как психолог, человек живет эмоциями. Эмоции. Как только уходят эмоции, человек перестает. Так, за мной. Так, вот тут, вот тут, вот тут. Я все-таки вас хочу завести в храм. Идите сюда. В заброшенных храмах люди, которые хотят найти места силы, заходят и оставляют иконки. Шапку сниму и помолюсь. Отче наш учил семь месяцев. Отче наш, и же си на небеси, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, як на небеси и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и оставь нам долги наши, як же мы оставляем должников наших. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукава. Часто задают вопрос, где ставить памятники. Я все время говорю, не будьте обрядными, а будьте духовными. Камни у нас пришли из язычества. Но от камней мы отказаться не можем. Всегда хороним головой на запад, ногами на восток. Есть такая в православии брошюра. Брошюра закона погребений по православию. Там обязательно калитка находится в ногах, хоронят обязательно ногами на восток, головой на запад. Но и крест ставится в ногах. А памятники уже можете ставить в какое место вы хотите, чтобы вы были грамотными. Почему? Когда вы идете, вы должны видеть, к кому вы идете. Вы согласны со мной, что? Самое главное, ребята, берегите время. Мне нравится, когда мне приглашают копать мула, приглашают. Копать мусульманам. Я православный человек, ну, в смысле, в моей профессии нуждаются, как бы, другой веры, концепции. Я лично считаю, что Бог един, концепции разные. А твое право выбирать концепцию. Какую ты хочешь концепцию, такую выбирай. Ну, в смысле, если эта концепция не противоречит любви, уважении к Богу, природе, ко всем. Мою машину сожгли, ну, в смысле, а почему? Потому что пришел бизнес, который раздражает всех. Они хотели, чтобы я ушел из профессии, дал им поле для бизнеса. Они сожгли мне машину для устрашения. Я лично считаю, что сломать мой дух. Плюсов они из этого не извлекли, что они сожгли. Все равно люди меня зауважали за дух. И я хотел бы молодому поколению сказать такие слова, как вот слова Высоцкого, поэта. И был один, который не стрелял. Немецкий снайпер застрелил меня, убив того, который не стрелял. Нельзя, как бы, если такими силовыми методами, там, допустим, сжечь машину и выстраивать свой бизнес. Хотя это сейчас как бы практикуется. Это была другая система, которая пришла. Мне сказали, у тебя есть враги? Я ответил, у меня врагов нету. Ну, в смысле, у меня враги система. А мне ответили, системой воевать тяжело. Я говорю, ну что ж, будем воевать. Как Спартак Леонид, который сказал, мои воины выстрелят стрелы и полетят, и занят солнце. Ну, как Леонид сказал, 300 спартанцев-то. Он говорит, ну что ж, будем биться в темноте. Так что я от своих убеждений отказаться не могу. Ну, в смысле, даже если и сожгут мне еще. Когда мне говорят, я присосался к кладбищу, я говорю, ребята, я прыгал с парашюта, я десантник, я служил, я чемпион ВДВ по рукопашному бою, а считаю, крут тот, крут тот, я хоронил деда, который три раза горел в танке. Вот кто может похвалиться, что хоронил такого дедушку? Вы представляете, какая мощь, какое уважение? Да жил, ну, в смысле, такой подвиг совершил. Люди все время говорят, что вы зарабатываете на горе. В нашей профессии, вот в Туле, которую я знаю, есть очень хорошие могильщики, которые на своем месте. И без этой работы они не могут. И у нас даже такое поверье есть. Кладбище от себе не отпускает. И очень много могильщиков, которые работали до конца могильщиками. Вы представляете, и умерли на кладбище. Это вообще просто шок. Как вам сказать, мне бы хотелось бы, чтобы немножко отношение к могильщикам немножко как бы стало помягче. И мне хотелось бы, чтобы общество было бы подобрее. Я горжусь своей работой и задавал себе этот вопрос. Говорю себе, если бы Господь не отпустил бы еще бы, время бы такое бы, я бы прожил бы эти 13 лет так же. Попросил бы ему то же самое. Ну, в смысле, трудности, дождь. У меня на ногах ногти в грибках от того, что земля. Потому что постоянно ботинки, постоянно то там все. Где-то я, ну, не знаю, не допил алкоголя, где-то я не догулял там где-то. Но я видел природу, увидел то, и почему я себя должен видеть ущербным. Понимаете, в чем дело? Я горжусь своей работой, и общество, я считаю, что благодарит мне. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok